привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит сегодня я продолжаю объяснять разные темы в области искусственного интеллекта и хочу продолжить рассказывать про антологии если про простой антологии мы рассмотрели что такое ссылка сейчас будет здесь и сегодня я хочу рассказать про антологию высшего уровня антологию высшего уровня погнали смотреть что это такое и так у нас есть антология как некая такая система понятий до систему понять это у нас антология раз эта система то значит элементами и являются понятия и системы это всегда взаимосвязаны элементы то есть связи между элементами то есть понятие является связаны то есть это какая-то такая вот штуковина возможно даже переплетающийся напоминающая семантическую сеть но включающую в себя описание правил там всякие атрибуты так далее то есть это там метод представления знаний который в том числе включает элементы фреймов сценариев и так далее вот и собственно антология высшего уровня вышел в чем высшесть она включает понятия наиболее общее понять какие ну там например объект ассоциация ну смысле связь отношения правила и много-много других а тут я перечислил так скажем понятия концепты да это концепты с точки зрения антологии которые относятся к нашей предметной области который мы сейчас рассматриваем то есть сами антологии да но а в антологии высшего уровня входит все все понятия которые в принципе могут использоваться и фактически получается что у нас есть антология высшего уровня вот она да и на нее пундируются то есть приземляются антологии конкретные давайте так конкретно антологии 1 конкретно антологии 2 конкретно антологии 3 конкретно антологии 4 конкретные антологии какая-то n что вот это вот за антологии это антологии для конкретных проблемных областей то есть у нас может быть антологии там по вирусологии но она фундируется на антологию верх высшего уровня откуда получает информацию знания о том вообще о том как мир устроен да фактически антология высшего уровня это система знаний о мире в целом вообще вот а все обо всем подряд да и тут как бы возникают очень серьезные проблемы серьезные проблемы философы до сих пор спорят можно ли создать такие антологии некоторые говорят что нельзя что знание человечества противоречивый можно только вот выяснять там брать какую-то одну маленькую проблемной области только для нее строить более-менее целостную антологии другие говорят что можно типы люди как-то живут и им парируют что в голове у человека совмещается несколько частных антологий которые он использует в конкретном ситуации в зависимости от контекста и так далее споры не утихают до сих пор но пока философы спорят другие делают и собственно придумано большое количество общих антологий вот этих антологий высшего уровня я хотел бы про 2 2 из них рассказать прямо так вот обозначу на 1 называется циц но от слова энциклопедия или циц я ее называют циц как она на самом деле называется не могу сказать у нее есть несколько разных так скажем инкарнации вот одну из них молодец напишем open циц запомним и вот она начала разрабатываться 1984 вру шестом году мне было 9 лет я впервые узнал про термин искусственный интеллект загорелся этим термином и начал копать а кто-то там начал разрабатывать антологию циц и вот собственно прошло получается 34 36 лет более 36 лет прошло на текущий момент в этой антологии у нас 300 тысяч концептов между которыми 15 тысяч отношений и 3 миллиона правил вот я могу предположить что под термином отношения здесь подразумевается что-то другое потому что а вот под словом правило подразумевается как раз что-то типа ассоциативной связи между концептами потому что как раз в 10 раз больше правил чем концептов это примерно такой вот а спектра еще то есть соотношение между концептами и связями между ними в обычных антологиях вот и вторая антология называется wordnet это лингвистическая база знаний так скажем который более 200 языков более 200 языков 155 более 155 тысяч слов которые сгруппированы в более чем 175 тысяч гнезд синонимов так называют и там 200 более 200 7000 асс связей а причем связи виде знаете какая слово смысл честно говоря не знаю как там представили представляется смысл но я уверен что тоже как-то представляется потому что разработка ворнета началась в 1985 году примерно плюс-минус и из инкарнации цица который называется open циц сюда примерно 12 тысяч связей то есть из концептов цица в wordnet проведены связи что эти концепты как они обозначаются словами естественного языка и вот эти две антология две огромных базы знаний принципе вот этот проприетарные а вот этот открытый безди по моему там лицензия вот корпус из этих двух антологий это в общем-то всемирные знания любой проект искусства интеллекта общего уровня то есть и джай то что называется и джай должен так или иначе работать с этими двумя антологиями так точно потому что все другие примеры антологии высшего уровня которые имеются там их порядка двух десятков они по своему размеру вообще рядом не стояли вот с этими двумя то есть тут тысячи сотни тысяч концептов объединенных в единую сеть а там другие там 200 300 концептов они возможны концепты самого высокого концептуального уровня то есть там вот типа объект или там существо вот такой но это как бы минимум в антологии циц там вот огромное количество концептов которые все еще переплетено и для исследователей в области искусственного интеллекта доступ к этой антологии конечно это то что называется must have в общем вот так вот надеюсь было интересно понятно пишите комментарии туда постараюсь ответить обсудим прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал если вы вдруг еще не подписаны google любит подписки я тоже люблю подписки ну и на этом все до новых встреч с вами был роман душкин пока